Не так часто тут бываю сам. Ты эгоистка, нет? Я? Ты не помощник, ты риэлтор. Это долларовое дерево? Да. А в общем весь секрет. Добрый день всем. Я обычно делаю экскурсию по офису в разных городах и странах. А сегодня решил сделать экскурсию в родной Тюмени. Это не головной офис, это один из наших дополнительных офисов. Достаточно крупный, почти тысячу квадратных метров. Открыли ее в микрорайонах. Елена Юрьевна, замечательный наш партнер здесь, великолепно все организовала. За небольшой, когда офис открылся? 7 марта мы открывали. А, 7 марта, точно, в разгар, скажем так, ситуации на рынке недвижимости России. Мы долго думали и решались на этот шаг, потому что раньше у нас была стратегия единого офиса, там каворкин пространства большого. Сейчас мы от идеи каворкин пространства не отошли, но считаем, что оно может быть в разных местах запросто. Тем более, тут, мне кажется, полностью автономная система, сейчас в этом убедитесь. Наверное, время терять не будем. А, кстати, район очень населенный, здесь красиво, круто. У нас тут недалеко наш IT-центр находится, там почти 3000 квадратов. А точнее метров 70, тут почти здание соседнее. Поэтому у нас вот такой очаг. Пойдемте. Этаж второй, поэтому здесь вот встречают. Был вариант сначала тут ресепшн сделать, но решили, что нет. То есть тут понятно, тут в принципе некуда идти, там что понятно, что сюда. Поэтому пойдемте. Не так часто тут бываю сам, если так уж совсем правильно-то сказать. Видно, что все уже в рабочем режиме. Ну и, конечно, когда мы заходим, нас встречает Александра и Надежда. Видно, что с улыбкой, приветливо. Надежда, как вообще дела? Как клиенты приходят? Дела очень хорошо. Клиенты приходят разные. Мы всегда выкручиваемся из любой ситуации. Так, а почему сразу же выкручиваемся? Ну, если какие-то вопросы, которые мы не знаем, бывает, мы всегда находим ответ. У нас очень опытные риэлторы, которые нам помогают в этом. Мы очень хорошо коммуницируем вместе и решаем любую ситуацию. Слушай, Надя, я вас знаю, ты у нас не только здесь на ресепшн, ты еще совмещаешь функции с обучением развития, да? Да, организатор учебных процессов по новичкам получается. Совмещаю, чтобы помогать новичкам адаптироваться легко, чтобы они не запутались, куда им нужно сейчас пойти, решить моменты, которые они потерялись в данной ситуации, что им делать. То есть это очень такая нужная функция. Слушай, а чем у вас этот офис отличается от который центрального? Главное отличие. Главное отличие? Я сравнить не могу, к сожалению, но я считаю, что у нас очень доброжелательный коллектив. Так, а у нас, значит, недоброжелательный. Я не работала в вашем коллективе. В общем, у нас как маленькая семья. Ну ладно, это нормально. Я думаю, что как раз это... Ну, я тебе скажу, а у нас большая семья. Да, да, у вас большая семья. Там, центральная. Ну ладно, все, Вадим, молодец. У вас цветочки, это только сегодня или часто так бывает? У нас бывает по праздникам, по мероприятиям. Хорошо, ладно, все. Ну, красиво. Кстати, цветы красивы на ресепшене, если честно. Это прям, я считаю, другую атмосферу сразу создается. У нас недавно был, кстати, визит студентов. В ТГУ порядка 40 человек было. У нас здесь тоже было такое красивое мероприятие. Цветы и шарики. Так, ладно, здесь у нас и по ипотеке, да, я так понимаю, вся работа. И здесь у нас электронные регистрации проходят, да, у вас? Да, все верно. Электронные регистрации проходят, причем, не только для клиентов, которые обслуживаются здесь в Наратамонова. Также назначают у нас Трилл Трасс Ленина. И помимо этого еще сеть подключаем. То есть на сеть тоже отсюда делаем. Да, и помимо этого еще Ирина у нас является, ну, скажем так, совмещает функционал ипотечным брокером. А еще и здесь. Ну, у вас, в общем, все мульти-то сотрудники. Ну, потому что... Ну, это правильно. Для того, чтобы пока более эффективно в таком формате. Все, это я согласен, круто. Так, здесь зал обучения, да, у вас? Да, здесь у нас большой конференц-зал, в котором мы проводим совещания, планерки, переговоры. Проводим менеджерские собрания. Здесь мы подключаемся зачастую из этого зала. Далее у нас здесь присутствуют, проходят интенсивы по новостройкам, интенсивы по загородной недвижимости. Приезжают к нам менеджеры застройщиков, также проводят обучение. Я сама лично очень часто провожу обучение, прокачиваю по каким-то западающим, скажем так, моментам. Подводим итоги по месяцу для всех риелторов, для всего состава, менеджеров и риелторов. Подводим итоги. По риелторам 0,6, по риелторам 6, плюс конкретно по каждому направлению, чтобы вы понимали, кто как работает, кто лучший, кто впереди. Так, пойдемте, покажите, что у вас еще есть. У вас тут уголок ипотеки, да? Да, да. Интересно. Новичков у нас одновременно заходят. То есть все-таки не только IT-рули, да? Конечно. На самом деле, знаете, скажем, да, как происходит, смотрят однозначно, смотрят, пользуются удобно. И менеджер может сориентировать, и риелтор может самостоятельно найти важную и нужную информацию. И оно визуально хорошо воспринимается. Так, ну пойдемте посмотрим, да, это воркинг-зал наш. Так, слушайте, ну красиво у вас здесь. Людям, мне кажется, удобно, да? Да, очень удобно, просторно, светло. Можно обратить внимание, сколько у нас здесь окон свежо. У вас тут вентиляция современная, да. Кстати, у нас там цветов нет, у нас цветов тут много. Цветы, ну, у нас они и были запланированы, поэтому, да, мы их... Как-то, мне кажется, другой вид создает как-то ситуация. Конечно, конечно. Сразу же совершенно офис играет другими красками. И плюс это долларовое дерево. Это долларовое дерево? А, в общем, без секрет. Ладно, хорошо. Так, пойдемте посмотрим. Так, а здесь у нас удаленно кто топов набирает, да, по сети еще? Да, здесь у нас специалисты HR, и у нас есть точно так же приходят два раза в неделю HR-менеджеры, которые проводят собеседования, взаимодействуют с менеджерами, ну, проводят там индивидуальные рабочие встречи и так далее. Все, понял. Максим, привет. Здравствуйте еще раз. Как ты у нас? Так, хорошо, отлично. Мы уже предварительно пообщались. Ты у нас так ярко рванул. Я уже знаю, пришел в марте. Да. Показал суперрезультаты. Да, все верно. Показал в марте, да, воловку хорошую. Сейчас также продолжаю. Вот, дай бог, еще будет больше. Надеюсь. Вот. Хочу по своему приходу рассказать. Пришел к Елена Юрьевна изначально на должность помощника. Да. И при первой встрече, наверное, первых пяти минут она говорит, ты не помощник, ты риелтор. И все, и, соответственно, стал работать риелтором, потому что, как бы, здесь более хороший доход. И мне нравится просто работа лучше, в принципе, нравится лучше все. Сейчас прошел обучение наставника. Возможно, в ближайшем будущем планирую на должность менеджера. Ну, как получится, как сложится. Да. У тебя резко. Ты уже молод еще, да? Я очень молод, да. Мне 27 лет. Вот. Ну, я думаю, возраст, возраст, это не проблема, на самом деле. Вот. Кому-то в 20, кому-то в 40 можно стать менеджером. Главное, как себя показывать и, соответственно, и все. Вот. Слушай, как в кризис вообще работал? То есть, сейчас же, ну, не секрет, что второй квартал было откровенно тяжело на рынке. Не знаю, мне вообще не показалось, что только вот кризиса нет. Нет, ну, ты прям позитивный. Ты еще более позитивный, чем меня настроен. Нет, на самом деле, просто когда я пришел, там первые месяца были не очень, а когда появился кризис, для меня стали очень хорошие месяца. Вот поэтому я никак не ожидал. Помню, в марте люди, ну, наши коллеги жалуются о том, что там разваливаются сделки и все подобное. Для меня развал сделок не было, то есть люди, которые... Вот у меня был кейс прям, мне звонил клиент, Максим, я по доверенности участвовал. Звонил, говорит, Максим, я ночами не сплю, иди в МФЦ, отменяй сделку. Мы не будем покупать, я не... Куда одену деньги? Я говорю, тогда зачем? Давайте купим новостройку лучше. И в итоге мы через два дня купили новостройку в стране. Молодец, ты знаешь, ты реально вселяешь уверенность. Я вот тебя сейчас послушал, но все. Ну, вот в таком плане все. Вот так вот, слушай, а еще знаешь, такой вопрос, как вообще родители относятся, потому что ты у нас эффективный риэлтор такой, по сути, предприниматель. Да, ну, как бы молодец, молодец, как бы зарабатываешь, хватает ли денег. Я, конечно, не рассказываю им все, сколько я получаю и все подобное, но получаю, получаю, как бы вот. Говорят, справишься дальше, там, сейчас апотеку вторую беру, говорит, я говорю, да нет, думаю, все будет хорошо и все. Как бы, ну, рады за меня, что мне нравится моя работа. Вот это самое важное, я согласен. Бабушка тоже рада очень. А это еще важнее. Она опытная, просто так не радуется. Так, хорошо, ну все, молодец. Все, спасибо большое, удачи. До свидания. Так, ну вот Максим у нас талант. Так, пойдемте дальше еще. Сын родился, сушь, надо было сказать. Так, пойдемте. Андрей Руфович, давайте с вами поздороваюсь хотя бы. Андрей Руфович теперь тоже член нашей управленческой команды. Вот, здесь активно помогает, развивает. Позже узнаем. Пару слов хотя бы. Пару слов. Ну да, сегодня я зашел в компанию, в команду компании. Не сегодня только. Ну не сегодня. Недавно. Совсем недавно, да. Передо мной поставлены определенные задачи, которые будут решены в ближайшие полгода. Мы не сомневаемся вообще. Все, потом отдельно пообщаемся. Так, ну еще пойдемте. У нас Павел Сергеевич, это наш партнер по всей Тюменскому региону. Вот, он тут по четвергам, да, был? Да, по четвергам. По четвергам. Пойдемте, да, 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 да. Так, Настя у нас бренд-менеджер по новостройкам. Причем здесь, ну слушайте, резкий такой старт пошел у вас в последнее время, как ты пришла. Ты же Сергея Лисеевича приходила, мне рассказывала. Еще чего, мне все там в деталях рассказали, программу показали. Ну, круто, если честно. Пару слов вообще, как тебе здесь? Мне отлично. Коллектив меня принял очень душевно. Мне это как раз-таки, наверное, и помогает развивать. Потому что мне доверяют, ко мне прислушиваются. Я со многими здесь подружилась. Это, конечно, очень помогает. То есть внутренний такой климат в компании очень положительный. Ну, сейчас у нас цель не останавливаться на достигнутом, развиваться. И самое главное, закрепить эти результаты, которых мы добились до обедать месяц. Мне очень помогает Елена Юрьевна. Без нее вы не справились. Ну, нет, Елену Юрьевну, конечно, похвалите обязательно. Вот в целом. Ну все, молодец. Слушай, куда обедать ходите? Ой, я, ну, в разные места. Ну, тут у вас нормально все с этим или как? Все нормально. А иногда, наверное, Яндекс иду заказываю или как? Нет, мы Яндекс не заказываем. У нас здесь на профиль небольшая. А у вас есть, да, тут все? Да, здесь есть и салончик. Да, все как положено. Конечно, не столько, как в центре. Я, конечно, есть с чем сравнить. Здесь еще есть куда развиваться по таким местам. Ну, понятно. Слушай, что тут самого необычного? В офисе именно? Да, в офисе. Вот в этажах. Давай так, ты же недавно в этажах. В этажах. Что самое необычное? Я просто около пяти лет работала, ну, тоже в недвижимости, но с другой стороны у застройщиков. И первое, что мне бросило сразу в глаза, это отношение к людям. В первую очередь. То есть оно везде хорошее, правильно? Оно везде хорошее. Тут чуть другое. Насколько другое? В чем проявляется? Там больше с точки зрения бизнеса рассматривается сотрудник, то есть как единица. Здесь все-таки больше человечности. Слушай, я у застройщиков не работал, поэтому не могу прокомментировать. Вот, ну, понимаешь, у нас риелторская стезя, она изначально все-таки главный актив это люди, в принципе, да, и отношение к ним. Поэтому у застройщиков там все-таки капитал, но я скажу, большинство застройщиков сильно меняются. И я вот искренне могу сказать, то, что было 10 лет назад и сейчас, это уже две большие. Серьезно. То есть поэтому это вот так. Не, ну, знаешь, не потому что я это говорю, потому что они там наши партнеры, да, и мы о них плохо не хотим говорить. Я реально вижу, что переменяется. Ну, еще места есть свободные, да? Да, у нас новый менеджер еще заходит, поэтому, да, организация рабочих мест. Так, ну, рассказывай, ты у нас относительно новичок, правильно? Да. Ну, я уже... Полгода сколько? В этом месяце будет пять месяцев. А, пять месяцев, все. Так, ну, рассказывай, как впечатление. Ты у нас активная. Да, такая яркая. Каждая, очень. Красиво. Вообще впечатление вначале было очень тяжело, правда. Были свои такие точки роста, небольшие. Был очень долгий какой-то старт, потому что нужно было переселить себя для того, чтобы как-то иногда немножечко дожать человека, чуть-чуть вот что-то сказать и лишнее, возможно, как-то поговорить напрямую, высказать точку зрения. И в действительности было очень тяжело, в первую очередь, понять для себя, как это расположить для человека. А ты кто по образованию у нас? Я логопед. Логопед? Да. Поставлена речь. Да. Да, хорошо. Это серьезно. Так, ладно, рассказывай, как сейчас пошло, что называется? Да, в действительности я поняла для себя, что у меня есть какая-то моя изюминка, мне очень доверяют люди, я очень хорошо умею расположить к себе, потому что я говорю правду. Вот, хорошо общаюсь и в действительности делаю акцент на доверие к человеку. Вот, поэтому да, у меня пошли реферальные каналы. Ты эгоистка, нет? Я начали. Я думаю, нет. Что такая пауза? Долго думала. Ну да. Да, хорошо. Ну, все-таки в чем вот сейчас вот то, может кто-то думает, знаешь, начать там риэлторскую профессию? Что посоветуешь? Сейчас посмотрим. Я хочу посоветовать. Давай, только, знаешь, максимально честно. Кому подходит, кому не подходит. Я думаю, подходит людям в первую очередь, кто хочет зарабатывать деньги, ну правда, это правда здесь возможно, да. А во-вторых, наверное, кто хочет всегда развиваться, всю свою жизнь, никогда не останавливаться в этом, потому что точки роста какой-то в этой деятельности вообще нет. Кому не подходит? Не подходит? Кого бы остановило от этого шага? Кто хочет съездить дома и ничего не делать. Не, ну подожди, это банально. То есть, ну так вот, что-то глубина, то есть, еще не подразобралась, да, в этом плане? Да, думаю, я думаю, все равно каждый человек все равно в этой деятельности будет меняться, раскрывать себя по-другому, поэтому каждому нужно дать шанс. Вот. Так, ну каждый должен там попробовать, да? Хорошо. Слушай, как тебе вообще переход? Ты у нас где до этого была? Какой специалист? Ты чем занималась? Вот, я занималась ЛГБД по образованию, да, работала. Так, почему решила сменить? Потому что однообразно сидеть в офисе и такая рутинная работа здесь более интересная, потому что ты развиваешься сразу же в нескольких сферах. Это как и загородная недвижимость, новостройки, вторичка, а также другие города можно узнавать. Вот. Ну я знаю, мы сейчас просто разговариваем. Настя сказала, что она там мечтает наладить взаимодействие со всеми городами. Да, по межрегу, да. Да, у меня есть идеи интересные. Да, хорошо. Да, мы послушаем. Так, молодец. Я тут чувствую, тут энергия у вас тут в вагон вообще. Просто огромный. Вот. Ну, заключительный у меня вопрос. Я прекрасно понимаю, что клиенты разные, да? Вот за пять месяцев уже что в клиентах тебе больше как энергию получаешь? Правда ли говорят, что с клиентами ты не просто не тратишь энергию и получаешь? Или нет, или это неверное утверждение? Мне кажется, самое такое гуманное, это когда тебе дают обратную связь, и все-таки ты налаживаешь из-за этого контакт. А когда человек сразу же противится, и не просто отработать возражения, а именно расположить к себе человек. Вот это самое тяжелое. Правда. Я слушаю, соглашусь с тобой. Потому что когда уже химия сложилась, мне кажется, все уже, да? Это нормально. Настя, всем спасибо большое, давай удачи, будем следить за твоими успехами. Спасибо. Я думаю, будет много. Спасибо, спасибо. Молодец. Хорошо, дело. Ну, теперь давайте еще подойдем к Дмитрию, это управленец группы. Елена Юрьевна, как Дмитрий так к нам попался? Это вы его позвали? Да. Ну, сейчас Дмитрий расскажет. Так, Дмитрий, привет. Здравствуйте. Мы давно знакомы, на самом деле. Ты же у нас раньше развитием сети занимался? Да, начинал. Начинал. Начинал с этого. Слушай, расскажи про свою группу. Сейчас с Настей брал интервью. Слушай, ну, явно талант. Да, я гляжу тут специально. Она тут рядом с тобой. Поближе к ней. Что-то энергия, да? Да, да. На самом деле, она сама сюда села. Но мне нравится. Про группу. Все ребята классные. На самом деле, вот у меня сейчас в группе 13 человек. Я работаю с марта месяца менеджером с этого года. Вообще, когда с риелторства перешел, меня Елена Юрьевна позвала, я практически сразу согласился. Хотя, если честно, вот если бы не предложила, я бы, наверное, до сих пор риелтором работал. Слушай, а я всегда говорю, надо предлагать. Да, надо предлагать всегда. Да, если это всего касается. Да, нечего сидеть и засмотреть. Тут, кстати, хорошие доски у вас. Тут, я понимаю, загородная недвижимость, да? И лучше. И там новостройки. Вот там можно посмотреть. То есть, там зона новостроек хорошая. Так, здесь традиционная рында. Это семейный колокол. Ну, как семейный. Мой папа, когда работал на севере, он работал в Уренгой гидромеханизации. Он был начальником участка. И по окончанию его деятельности ему подарили этот колокол. И здесь написаны как раз-таки города всесеверные, которые он осваивал. Ух ты, классно. Сургут, 70-й год. Намывание, намывание, да. Таркасоле, Ноябрь, Новуренгой, Салихард, Надым, Ямбург, Карачаево. 2007-й. Ну, в Уренгое прожил 15 лет. Сейчас отца уже нет живых для нас. Юлина, а вы же тоже в Уренгое, да? Нет, автор Касале. Автор Касале, где-то, да. Я помню, что Ямал тоже. Всесосвещение Красная Северная. Круто. Да. Вообще. Поэтому пока этот колокол. Нет, все, значит, он пусть тут всегда и будет. Так, давайте дальше тут посмотрим. Тут уже еще на этом все не ограничивается. Вот. Так, давайте посмотрим переговорки. Ну, вот они там у нас. Развитие происходит. Тут одна. Да. Тут же с клиентами, да, я так понимаю? Давайте тут вот свободно. Здесь зайдем, посмотрим, насколько у вас тут красиво. Цветочки вот делают картину, а вот как не крутить. Как не крутить. Да. О, Елена, тут вы везде, да? Ну, хорошо. Нет, не везде. Да. У меня переговорки на Силе Васильникова. Понятно. Так, доверие – это важнее. Часть любой сделки. Согласен. Клиенты тоже здесь, да, у нас все запрошают? Да, у нас здесь проходят задавки, проходят сделки, подписания. Ну, то есть, периодически иногда проходят. Это у нас личный кабинет, да, зайти так можно по QR-коду? Круто. Стулья удобные? Мы сейчас везде, кстати, мы их взяли же за основу и везде сейчас такие хотим поставить. Стулья классные, удобные. Да, во все конференции. Да, они красивые, удобные. Классно. Очень красиво. Слушай, у вас красиво все. Да. Тут шкафчики, да? Здесь у нас индивидуальные шкафчики, да, для хранения вещей и реалов. Так, а там что проходит? Обучение, да? Здесь у нас конференц-зал «Малый», назовем его так, «Комната развития навыков», где проходит обучение новых специалистов, соответственно, вот в таком варианте проходит там. Так, ну круто, круто, круто. Так, здесь женский туалет, да? Да. Все как положено в разделение. М, Ж. М, Ж, все как надо. Подъемки. Ну, в целом все. Клиентская зона, реаловательская зона. А, не все. У вас еще, я знаю, есть это, где... Ну, да, у нас есть. Ну, как это называется? Комната приема пищи. Комната приема пищи, да? Есть зона фудкорт, каждый сотрудник может. То есть берешь, да, так, едешь? Да, приобрести, попить, чай. А еда, и нормальная тоже еда есть, да? Да, и нормальная, здоровая еда, пожалуйста. Ну, правильно, микроволновка, да? Да, микроволновка, чтобы можно было... Ну, как у нас везде, да, во всех этих корпусах. Ну, вот это удобно, кстати, я считаю, это правильно сделали. Так, остывы какие-то у вас тут, какие-то такого старого формата? Заказаны. А, заказаны, да? Да, заказаны. Пока так. Ну, все, ладно. Так, ну, и, наверное, в заключение. Специалисты из Гера и ВТБ тут сидят? Да. Вон там. Вот. А, у вас тут еще и кофе с собой, да? И кофе с собой. Ну, что у вас тут нет? Безусловно. Так, ну, давайте, наверное, краткое резюме. Мне же сейчас вы буквально там пару слов. Офис у нас работает 7 марта. На сегодняшний день мы достаточно хорошо, на мой взгляд, приросли по сотрудникам компании. На мой взгляд, бизнес-процессы, которые мы планировали запустить, уже существенно хорошо запущены, да. Все процессы отстроены и по программе обучения новых людей в компанию, которая заходит, да. И процессы по ипотеке, по страхованию, электронной регистрации, вопросы все по юридическому департаменту тоже на высшем уровне у нас, поскольку много новых бизнес-единиц появляется. Атмосфера в коллективе у нас дружная. Управленцы у нас зашли внешне, достаточно хорошо приживаются, да, достаточно хорошо входят в компанию, адаптируются, быстро понимают культуру и самостоятельно тоже понимают, как, в принципе, вообще устраивать весь бизнес-процесс. Это важно. Да, да. Так, ну, вам спасибо большое, во-первых, у нас Елена Юрьевна и в Перми руководила офисом, период был. То есть, я считаю, там опыта набирались. Там, на самом деле, я считаю, нормально все было, но как-то не время было. Не время было. Вот сейчас, мне кажется, прошла потом путь, доказала и сейчас уже там все хорошо. Вот это радует. Я люблю людей, даже когда какие-то неудачи, ну, как мне кажется, потом преображаются, проходят путь и супер вершины достигают. Приятно за людей, которые здесь работают, за офис, за вас, за клиентов. Слушайте, ну, тут хорошо, интересно. Я думаю, у нас такой формат должен развиваться по сети этажей, дополнительных офисов. Я считаю, это очень правильная практика. Именно в таком формате очень круто. Вот у нас в Тюмени все помещения собственности, это тоже собственности, по-моему, находятся у нас. Вот, и я считаю, что это, ну, правильный абсолютно процесс. Вот, будем тоже в эту сторону двигаться. Тем более, тут вот потолки высокие, я смотрю, все прям как надо сделано. Прям вот, хотел поблагодарить, то у нас тут тоже оформлением занимался. Очень красиво все. Прям, я сам, честно говоря, в восторге остался. Вот. Ну, и будем дальше развивать. Куда нам деться, что называется? У нас все для этого есть. Все, спасибо большое. Спасибо. Спасибо.